Идем к еврейской мистике или кабале. О хасидах мы будем говорить отдельно, о хасидской традиции. Что такое мистика? Мистика это означает мистикос, таинственный по-гречески. Это религиозная практика, которая имеет какие-то тайные знания, да? Религиозная практика, которая имеет тайные знания. Еще это можно сказать, что это вера в сверхъестественное, божественное, таинственное. И в возможности непосредственного общения человека с потусторонним миром. Часто мистика пользуется языком символов, то есть передача мистического смысла не словами, а определенными намеками, молчанием или какими-то таинственными знаками. Мистика началась в Египте, Греции, в связи с культом Деметрия, Диониса. И мистика, может быть, как мистика, связанная с познанием, да? Интуитивная мистика и мистика практическая. Практическая, например. Практическая мистика, которая называлась та мистика. Это, например, совокупность явлений и действий, особым образом связывающих человека с тайным существом или существами или силами мира. Вот, например, был знаменитый мудрец Сократ. Слышали? И он говорил, что вот всю мудрость, которую он получает, у него есть сидит демоний у него там в голове, да? И он ему все дает. И зачастую вот эти мистики имеют связь с каким-то бесом или с каким-то духом, да? Который им внушает эти знания. То есть, это совокупность явлений и действий, особым образом связывающих человека с тайным существом или силами мира. Прорицательная мистика, да, прорицательная мистика, это что? Способность предугадывать различные роды ясновидения, гадания, оракулы, всякого рода, да, составляют гороскопы, да? То есть, это все прорицательная мистика и оперативная мистика. Итак, есть мистика теоретическая, так сказать, да? Есть мистика практическая. Практическая – это связь явлений, связывающих человека с каким-то существом или существами или силами мира. Прорицательная и оперативная. Ну, оперативные работники, вы понимаете, да? Чем же занимается оперативная мистика? Действовать на расстоянии. Останавливать или вызывать жизненные процессы одним властным улучшением. КГБ этим занималось, да, гитлеровские определенные структуры. И сейчас продолжают заниматься такой практической мистикой. Создавать пластические формы и материализовывать духовные сущности. Как говорил Остап Бендер и материализация слонов. Помните, да? Любимый срабандрадат – это город. Мах такой-то, да? Вот далее. Аня, материализация духа и раздача слонов. Значит, это различного рода. Животный магнетизм, магия, терургия, некромантия. Что такое некромантия? Да, вызывает дух, да, дух Пушкина и весь, да? Типа, да. Всевозможные способы волшебства и чародейства. Медиумические и спиритические явления. Ну, есть и христианская мистика. Христианская мистика – это особого рода, да, мистические переживания или связь с Богом. Чем занимался, например, Петр, когда сидел и кушать хотел? Медитировал, да? Медитировал. И, допустим, такого рода мистика – это нормально. Например, пятидесятники, да, имеют живое общение с Духом Святым. А говорят на языках, имеют откровение, и я сам это имею, откровение. Это нормально. Но это тоже относится к явлениям мистики. Ну, что я говорю, связь, да, с каким-то существом, с Богом или с Духом Святым. А может быть, связь с какими-то небожественными. И, честно, чаще какая встречается? Небожественная, да, мистика. Хорошо. И одним из методов мистики – это является медитация. Медитация означает размышление. Это углубленное созерзание сущности, идеи, значения и так далее. И если рационализм, он связан с материализмом, вот, например, баптисты, они типичный пример рационалистов, да? То какие мы можем в иудаизме мистические течения? Хасиды, да. Правильно, мы о них поговорим в следующий раз. Или, значит, например, такие течения, да, пятидесятники, харизматы, да? Которые имеют прямое влияние Духа Святого, да? Да, мистические течения, допустим, в исламе есть? Да, сухие, мы уже о них говорили, да? Вот, то есть, такие вот интересные вещи. И они основываются на медитации, то есть, углубленном размышлении о сущности какого-то предмета. И есть одно такое течение мистики, которое называется теософия. Это божественная мудрость, да? Ну, типичная, да, теософия была Блаватская. Ну, были еще Беме и другие. Сведенборг теософы. Так, у меня здесь из Алекс Грин, эпиграф. Однажды, прогуливаясь по одному из нижних миров, Ревен-каббалист встретил подвыпивших мужиков, которые от сервенела матеря сеяли ветер. Как дела, мужики, спросил Ревен. Хреново, ответили они. Того и гляди, план завалим. Сорняки проклятые одолели совсем. А что за сорняки такие, поинтересовался Ревен? Разумная, добрая, вечная, ответили мужики. Хорошо, Каббала. Каббала, буквально это получение. Можно так перевести, как предание. Получение, получать, слово получать. Каббала, получение. Или предание. Окончательно она оформилась в 13 веке в Андалузии. И основой книги является Загар, книга Сияния, да? Написанная на арамейском языке. Мы потом будем говорить. Еще, Каббала, по-арабски, расписка обязательства. Форма личной зависимости, связанная с займом. На Руси известно с 14 века. Поэтому говорят, Каббала, что это? Гнет, да, такой вот? Каббала, каббально зависимость, арабское слово Каббала, означает расписка обязательства. С 14 века. Аль-Каббала, от арабского Аль-Каббала, взаимание. Взимание, то есть взимание. Это налог на торговые сделки в Испании. Кстати, введение Аль-Каббалы в 1571 году в Нидерландах послужило одним из поводов к всеобщему восстанию. Всего лишь там, по-моему, на 10 или 15 процентов наложили налог. У нас 80 процентов налоги, и все равно никто не восстает. Все уже привыкли, потому что никто их не платит. А бедные Нидерланды подумали, что надо таки платить. И подняли восстание. Если бы там было больше евреев, они бы прекрасно без этого вошлись. В том евреи туда уже поехали. Из Испании. Зогар. Зогар. Было написано Моше Лионским. Моисеем Лионским. Он жил с 1240 года по 1305 году. Если он жил в Лионске, то в каком городе он жил? В Лионе. Да. Он написал книгу «Загар». Загар. Он жил с 1240 по 1305 год. Вот примерно в этот период была написана книга «Загар». Но считают, что «Загар» более связан с ранней традицией. По крайней мере, саму книга «Загар» – это как бы рассуждение раби Симона бен Иохаи. Раби Симон бен Иохаи жил в 70-80-е годы нашей эры. И тогда евреев преследовали. Ну, помните, после 70-го года разрушение храма. И запрещено было делать смеху. И поэтому Симон бен Иохаи жил со своими там учениками в пещере. И там в пещере сидел и получал некоторые откровения. И до откровениящился. До Каббалы. Но мы видим, что в Каббале есть действительно интересные рассуждения о Троице. То есть о том, что было вначале еврейское, но затем, что это еврейское убрали. Еще «Сефер Ецера» – книга творения. Была написана где-то между III и VIII веками. Это тоже был Каббалистический трактат. Это основные... «Сефер Ецера» – «Сефер Ецера». «Сефер Ецера». Ну вот, посмотрите. «Ецера» – «Да». Есть некий сверхъестественный Адам Ришон. Или Адам Кадмон. И от этого Адама отходит разный сферот. «Сеферот» – русское слово «сфера» однокоренное, да? А еще слово «перечислять». «Десять сверот». Посмотрите внимательно, откуда они уходят. Особенно это интересно женщину посмотреть. Где центр всего Адама, ну? Да. Так что Фрейд таки был прав, да? «Сефер Ецера» – это, получается, книга... Книга творения. «Недотворения». Да. Яцар, да? Бог что-то. Яцар человека сжал. Значит, Бог представляет собой, как некий абсолют. Эйнсов. Эйнсов – нечто бесконечное. Эйнсов. Не от конца, да? Но Бог такой вот великий, такой хороший, и Он создал такой низменный и плохой мир. Мы когда будем говорить о христианских течениях, мы будем говорить о некоторых таких течениях, да? И вот, как же Бог такой хороший, идеальный и мог создать этот плохой мир? Значит, либо были какие-то посредники, да? Либо несколько было таких вот отграничений. Бог святой, Он создал менее святой мир, да? Далее следует еще менее святой мир, потом еще менее святой мир, потом наш мир, а потом уже адские миры. Если Бог везде есть, в воду Он есть, да? Но есть место, где много Бога, да? И есть место, где мало Бога. И вот эти миры называются сферот. И вот, смотрите, железный, теория железного, вы видите, кто читал хронику Эмбера, да? Каждый последующий мир, есть два перевода варианта, является тенью, либо в другом переводе, отражением предыдущего мира. Это все с точностью, все взято из кабалы. Из кабалы. И так возникло тайно стягивание. Сот цимцум. Вот это стягивание. И десять ферот. Одна самая святая, потом менее святая, менее святая, еще менее святая. Не записывайте, просто я называю венец кетер, мудрость, хохма, ум, бина, милость и ведыкодушие, хэсет и их дула, крепость или суд, гувра или дин, а также пахат, от слова пугаться, да? Красота и великолепие, тиферет, седьмое торжество, на цех, восьмое, слава или величие, ход, девятое основание, есот, и десятое, царство, молкут. И это как бы составные части вот этого человека. Кетер – это чело, хохма, бина – это глаза, хэсет и дин – две руки, тиферет – грудь, и так далее, и так далее. И есть пронизывающая все и связывающая шахина. Шахина – это некая духовная сущность. Шахина. И последняя сфера – это называется молкут царства. И, естественно, шахины больше, чем ближе к Богу, и чем дальше от Бога, тем шахины меньше. Творение определяется с тремя глаголами. Бара – творить, создавать, ЕЦР – и делать АСА. Отсюда есть мир творения, Брия, мир творческих идей и живущих чистых духов, затем мир создания, ЕЦРА, область душ и живых существ, и мир деления, АСИА. Это сфера материальных явлений, наш видимый мир. Была своя система ангелологии, демонологии. Я сейчас вам не буду говорить, но самое интересное, что идея ангела особого, Метатрона. Некоторые говорят, что это персонализация персидского бога Митры, и Метатрона отождествляет с Архангелом Михаилом и Мессией. Вы знаете, что если подходить с этой точки зрения, многие считают, что свидетели Иеговы это либо иудействующее христианство, либо это вообще иудаизм в действии. Вот учение свидетелей Иеговы, оно в какой-то мере даже какое-то, вы видите, близкое к чего? Иудаизму даже его такое квестическое веление. Они Метатрона связывают с Архангелом Михаилом. И кого они связывают еще с Архангелом Михаилом? Ишуа, Иисуса, видите? И это нечто подобное тому, о чем говорили еврейские мистики. свидетели еврейские да. И еще есть такая теория, что, ну, там много, понимаете, разных теорий, я сейчас не буду об этом углубляться, я буду говорить более таких историческом плане, вот, я сам в кабалу этого не углубляюсь, вы понимаете, да, что есть Бог, в каждом мире есть свой Творец. То есть, Бог создал первый мир. Творец, который выдвинулся из первого мира, Мессия, Машеих, он создал второй мир. Это называется Елда Ваот. Такой вот, Елда, ребенок, да, Ов, отец, получается, ребенок-отец, как бы, Елда Ваот, да, он является отцом следующего мира. Поэтому, некоторые говорят, что этот мир, значит, Ешуа создал, но он был ниже Бога, понимаете? И Ешуа является Богом этого мира. Некоторые говорят, что создал вообще-то все Сатан, Люцифер, брат Ешуа, родной. И так далее. То есть, в течении очень много и всяких ересей по этому поводу еще больше. Еще во что верит Каббала перевоплощение. Ну, как это называется, когда человек умирает и потом возражается в новом духе, да, реинкарнация. Но только каббалисты, в отличие от мудрецов Индии, они не верят, что человек может превратиться в корову. То есть, человек превращается в человека, да? Есть определенные души, которые, ну, настолько уже плохие, что идут в ад, другие души очень хорошие, которые идут в рай, да? А что делать с теми душами, которые не такие и не сякие? Да? А да, отправить их в честилище, как говорят некоторые христиане. Но евреи говорят, что честилище здесь. И это таки похоже. Потому что жизнь здесь весьма ой-ой-ой. Да? Но она не на ад, не на рай не похожа, но там есть много и хорошего, и плохого. И такие души еще раз на переползотовку. Пока они не попадут либо туда, либо туда. Вот. И есть такое вот перевоплощение, круговорот, называется гиль-гуль, а есть прививка и бур. И бур. и бур. И прививка и бур это соединение отжившей души с живым человеком. Вот этот дух, который внедряется в человека, называется дибук. По-нашему кто? Бес. И наиболее таким вот периодом времени, вот я вам давал книжку, что есть определенные психологические периоды, когда человек особенно подвержен изменения, это в 7 или в 14 лет вот этот дибук может внедриться в человека. Ну так и да. Если постараться. Вы знаете, что детям вообще до 12 лет, до 14 лет запрещено подвергаться гипнозу. и действительно многие дети выдумывают себе Чебураша, Карлсона и так далее, да, а потом эти Карлсона именно всю жизнь влияют. С точки зрения Карлсона тоже нехорошая вещь. Это дух, который влияет на человека, либо вообще внедряется в человека. Вы помните, что был Шабатай Цви, и был Яков Франк, который говорил, что в нем дибук Шабатай Цви. Ну, вот такие разные каббалистические вещи. Есть еще практическая разновидность магии, практической каббалы, называется Алхимия. По-арабски Уль Хемми, это показывает Хемми, Хемми это было название древнего Египта, да, Алхемми это учение египетское, египетское. Хорошо, первые такие причащие каббалы, Кутами. Кутами, это можете записывать, Кутами был халдейский мудрец, халдейский, значит, он жил где? В Вавилонии, да, он получал откровение от богини Луны. Следующий, Берроэс, он же Берос, он Берроус, Белрушу, это тоже был мудрец, живший в Вавилонии, в Месопотамии, вот, а затем он открыл школу астрологии и передал астрологические знания грекам на острове Кос. Берроэс, или Бероус, или Белрушу, жил в Вавилонии, родился около 300-го года до нашей эры. Сначала он жил в Вавилонии, да, затем открыл школу на острове Кос в Греции. В Афинах он пользовался такой популярностью, что ему по святительству Геродота был воздвигнут памятник, статуя с золотым языком, символизирующий его драгоценный дар прорицания. В 280-м году до нашей эры на острове Кос он организовал астрологическую школу. Следующим был Пифагор, у которого штаны на все стороны равны. Пифагор учился у мудрецов Египта. И так как его в то время необрезанные мудрецы не могли быть, он даже обрезался с этой целью. Вы знаете, что жрецы египетские и египетский фарион обрезались. Пифагор вернулся домой в Ионию и устроил на родине школу, училище. Это училище было по типу монашеских орденов. Можно сказать, он тоже придумал. Жизнь в союзе его регулировалась раз и навсегда установленной правилами. Его члены носили одинаковые белые и льняные одежды, имели определенный распорядок дня, в котором после каждого часа была своя работа. Утром после пробуждения они должны были вызывать памяти историю вчерашнего дня, чтобы то, что делать сегодня, было лучше, чем делать вчера. На восходе солнца они выходили и пели на берегу моря священный гимн Аполлону и исполняли священный дарийский танец. Затем были у них уроки, медитация, специальные упражнения, физические упражнения были. и хлеб и мед являются главной пищей, а вода единственным напитком. Обучение дополнялось правильной гигиеной и строгой, строжайшей дисциплиной. Кроме того, они занимались музыкой, считали, что музыка обладает способностью поднимать душу по ступени восхождения и открывать высший порядок, скрытый от взору невест. Правильно? Вообще-то музыка так и да, но вы знаете, что есть музыка божья, есть музыка бесовская, и она действительно может поднять человека. И Пифагор, вы помните, он занимался в основном математикой, и вот под единицей он понимал божественную деятельность, мужскую природу. Под двоицей пассивную, женскую, материальную, то есть янь, да, и инь. Единица янь, два, инь. Божественная единица осуществляет себя посредством двоицы и, проходясь через нее, воплощается в троице, то есть в физическом мире. Проявленный мир тройственный и тройка первое совершенное число. Итак, видите, высшая отряда, божественная единица, принимающая себя двоицы и рождающая после этого троицу. Троица создает всю вселенную и это уже божественная тетрада. Дух, душа и тело создают при слиянии четвертый член человека, семья, единство отца матери и ребенка и так далее. Кроме того, он также придерживался теории множественности миров, а также у него были понятия о неподвижных сферах, да, сферы Земли, Сатурна, Юпитера, Марса, Венеры, Меркурия, Солнца, Луны и еще одного невидимого тела против Земли. При движении каждой из сфер издает особый звук в соответствующей величине и скорости. Музыка сфер. То есть, то, что вы сейчас можете услышать, да, в разных интерпретациях, это уже тогда было заложено. Пифагор также проповедовал учение о переселении душ. Пифагор заботился о своей чистоте и совершенно отказался от животной пищи. Даже сторонился поваров и охотников. За завтраком ел сотовый мед, за обедом просеной или ячменный хлеб, вареные или сырые овощи. Бобов он запрещал касаться, так же, как и человеческого мяса. Одежда у них была всегда белая и чистая. Следующий такой философ Гермес Трисмегит. Гермес Трисмегист. Гермес Трисмегист. Когда был завоеван Египет Александром Македонским, создалась Александрия, в Александрии существовали различные школы. Одна из такой религиозно-философских школ была школа герметиков. Гермес Трисмегист означает трижды великий. Трижды великий. В настоящее время дошло 18 трактатов его. Он считал, что получает откровение, вы помните, что в основном все мистики говорят, что они получают откровение от какого-то существа, да? И это существо называлось поймандр. Поймандр это мировой разум или пастырь мужей. Однажды, пишет Гермес, когда я начал размышлять о сущем, мысль моя витала в небесах, в то время как мои телесные ощущения были притуплены, как в тяжелом сне, который наступает вслед за пресвещением пищи или большой усталости. И мне показалось, что некто огромный, без определенных очертаний предстал передо мной, окликнул меня по имени и сказал, что желаешь ты услышать, увидеть, постигнуть мысли и знать. А кто ты? Спросил я. Я поймандр высший ум. Я знаю, чего ты желаешь, и я повсюду с тобой. Ну, понятно, кто это был, да? Но наркотиками не увлекался? Ну, медитировал человек, да. Хотя в те времена наши уже курили. И даже в могилах фаронов есть трубки, ну, вот так, что коноплюя. И у нас на территории нашей страны в то время баловались, кто знает. Да. Я с тобой, я желаю изучить вещи, понять их природу и постигнуть Бога. Вот чем я хотел бы услышать. Пойми же, прими же свою мысль все, что ты желаешь знать, сказал мне. И он сказал. И, значит, было в начале тьма. Потом пришел Святой Свет и опускается Святое Слово Логос. И вот здесь впервые появляется учение о Логосе. Святое Слово Сын Божий Логос. Ум Бог, обедяющий мужское и женское начало, который есть жизнь и свет, сотворил своим Словом иной созидающий ум, демиурга, Бога огня и дыхания, который создал всем управителей и так далее пошли различные творения, части творения. Есть, значит, и была там любовь, любовь лишила человека бессмертия, поэтому этика гербетизма основывалась на том, что нужно отвлечься и от добра, и от зла. Да? И быть полностью вне добра и вне зла. Такое, конечно, благо тех, кто владеет знанием, говорит, Пармандров, стать Богом. Если ты будешь совершенствоваться в этом, ты станешь Богом. На какое это учение группы, которые, так, христианству считаются похожи? Мармоны. Совершенно верно. На учение Мармона. Хорошо. Итак, ранние каббалисты. Ранние каббалисты жили в первых и третьих веках нашей эры в Эриц-Исраэль и в Вавилонии. Можно даже считать одним из основоположников каббалистов Раби Акио. Раби Акио, когда занимался толкованием Торы, он первый сказал, что некоторые вещи надо понимать иносказательно, да? Не в прямом смысле. Помните, мы говорили принцип толкования Торы по Раби Акио? Пар-дес. Пшут. Прямой смысл, да? Ремис. Отсюда слово рема. Это намек. Это когда мы получаем какое-то откровение для понимания этого. Да? Смысл. Дальше идет драж. Медраж отсюда. Когда мы что-то добавляем путем логических размышлений, да? пар-дес и сод. То есть тайна. Ну, вот Дараби Акио, например, обратил внимание на некоторые буквы, над которыми вот такие коронки стоят в Торе, да? Он их подсчитывал. И таким вот путем, значит, путем пересчета второй или третьей или четвертой буквы в Торе вы можете получить какие-то тайные знания. Вот этим сейчас занимаются многие каббалисты, которые даже пропускают Тору через машину какую-нибудь там счетную, да? И берут там определенные буквы, и там, оказывается, было значит, убиение Иска Карабина, только почему-то узнали это уже после того, как его убили, и так далее, и многие другие вещи, да? Вот такими вещами занимался Араби Акио. Ну, конечно, компьютера у него не было, но вот с чем-то таким вот подобным он и занимался. И да, на основании первой главы книги Ехескеля значит, Маосе Берешит и Маосе Меркава. Меркава это что? Колесница. Ехескель что видел? Колесница. Вы знаете, у буддистов тоже есть колесница серебряная, золотая, да? И помните, бриллиантовая колесница. Это тоже познание добра и зла, вот, и так далее. То есть, это даже чем-то связано, похоже, с буддизмом. Чем-то связано еще с буддизмом. И первые Танайи каббалисты, они считали, что книги Ехескеля, Даниила, Енаха есть еще апокрифические такие книги и Откровения Иоанна это чисто каббалистические книги. Танайи я говорю, что через Детанайю тоже были более такие нормальные и были каббалисты, да? И они считали, что книги Ехескеля, Эзекиеля, Даниила, Енаха и Откровения это чисто каббалистические книги. Также они говорили о Сфирут Хахе Халот то есть Сфирут различные, да? Сферы да, Йорде Меркава и о том, что возносилась душа к преслову Божьей славы. Мы говорили о Пардесе о системе такого, когда уже начинали потом искать тайный смысл, да? И вот это система Сфирот Сфирот это были ранние каббалисты. Вторая группа каббалистов это жили в средние века это каббалисты Прованса. В 12 веке был Ягуда Бен Барзилай аль Барджелони Барджелони это где он жил? Догадаетесь? Барселоне Барселоне И вторая группа это были каббалисты Жероны Из каббалистов Жероны были Эзра Бен Шлома Азриэль и Желон Роны и кто? Рам Бан Да? Помните мы говорили Рабе Беше Бен Маймун Он был из Жероны Из Жероны Поэтому это так называемые испанские каббалисты 13 века Третья школа Третья школа это Лион Маше Бен Шемтов де Лион Видите Баал Шемтов Бен Шемтов Чтобы вы знали что Баал Шемтов это не имя одного единственного человека Все каббалисты чудотворцы они себе именовали Баал Шемтов Этот человек себя называл Бен Шемтов сын доброго имени Моисей Лионский помните мы говорили Моисей Лионский жил в Ливоне естественно и он написал вот эту знаменитую книгу Загар по сути своей Загар это Мидраши это Мидраши каббалистического характера они объединены общей фабулой Герои Загара Раби Шимон Бен Яхай и его сын Елизер помните которые жили в первом веке нашей эры и которых преследовали они странствуют по эре с Израэль во время странствий они сами а также встречаясь по пути люди часто старики и дети рассказывают Мидраши каббалистического содержания темой которых является познание таинств божества в каббеле Загара каждый стих несет в себе миф каждое слово символ за которым открывается тайна по мнению автора Загара библейское повествование нельзя понимать ни буквально ни аллегорически оно не что иное как символическое описание процессов происходящих в мире сферот вы знаете есть два типа да толкование буквальное или аллегорическое но в действительности там намного глубже чем и то и другое это есть описание того что живет того что происходит в мире сферот Йосиф Гикатило или Джикатило почти как Чикатило жил с 1248 по 1325 год он в основном раззанимался вот этим Эйнсов и позднее Лурианская Исхак Лурия был развил его идеи вот есть Левушим облачения божества эти облачения божества являются эманациями божества в различный сферот и существует Мидот качество и Мадрегот ступени вот и вы говорили Кетер Хохма Бина Хесед Хура и так далее в 14 15 веке тоже в Испании Шлома Адрета развил та же каббалистическое учение а также и другие между ними были и христианские писатели Испании и Италии Италии Пико де Мирандола Германии Рейхлин во Франции Парацельс значит а нет в Германии Парацельс и Рейхлин а во Франции Вильгельм Пастель в Англии Роберт Флут и Генрих Мор слышали? Генриха Мора может быть тоже был такой филос и тоже он был связан с каббалой да вот Рабе да Нострадамус тоже был каббалистом правильно Глурия Рабе Исхак Глурия тоже раздвил развил идеи каббалы и он говорил о швератха келим ломке сосудов то есть о катастрофе которая ждет катастрофа прорыв вот этих свирот друг друга и о текун то есть исправлении исправлении а также говорю о клепот клепот это буквально шелуха о силах зла о силах зла то есть и добрых силах да и зла и еще такой мистический ислам суфи 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 происходит от слова суф шерсть арабская они носили белые шерстяные одежды кто такие одежды носил также и первые суфи я ханан погружающий да он был первые суфи да когда умер мухаммед появились суна и хадисы то есть предания и рассказы и кроме того где-то в 9 веке началось мистическое толкование мистическое толкование абу хаммед аль-газали написал в 11 веке исправляющие заблуждения не пишите это просто я вам рассказываю шихаб аддин чужбина запада мухи аддин ибн араби мекканские откровения аш-разили астарбади ибн таймея и другие деятели и в результате у них свирот уже не да не как и урите 10 свирот а уже 15 свирот престолы тропы знаки зодиака лунные стоянки сатурн юпитер марс солнце венера меркурий луна эфир воздух вода и земля вот что такая путаница суфии также разработали проблему судьбы кармы вот используя свою терминологию суфии говорили об предавление аль-кадар аль-кадар значит и сохранение свободы воли и принуждение аль-джабр аль-джабр да принуждение как будет алгебра да алгебра это принуждение да вот это все арабский язык вот такого рода каббалисты ну и пожалуй самым известным каббалистом всех времен и народов был рабе маараль из праги рабе маараль сначала родился в познании а затем переехал в прагу родился он в середине пасхального седора 1513 году в возрасте 15 лет был поболвен с девушкой по имени перли дочери рабе шмелкса из вормса и согласно брачному договору будущий тесть послал его в ешиву знаменитого другого каббалиста маар шаля и вы помните чем известен маараль что он придумал голем 1590 терминатора придумал еврейский терминатор называется голем голем слышали может быть 1599 году да вот этот маараль переезжает в прагу где становится главным равеном чехии он оставил после себя 18 томов сочинений но самое интересное что создал искусственного человека который как робот выполнял все его приказания и был послан на самые опасные и рискованные операции он был создан мудрецом для того чтобы защищать жителей гетто от их врагов раб маараль знал тайное имя бога тот кто знает тайное имя бога имеет право сделать богу все что хочет да и он написал это тайное имя бога на клочке пергамента сделал человека и вставил его да и вот этот ну как безуза или вот такую трубочку да в которой джал свиток и после этого голем ожил кто знает кто знает но потом однажды голем обезумел он стал ходить по гетто и крушить все на своем пути да еще голем работал 6 дней в неделю а в 7 день в неделю превращался обратно в глину это же был еврейский терминатор да на подзарядку отправлялся и он начал все крушить после этого раб и лива смог остановить голема стер имя и он превратился в священную глиняную куклу куклу отнесли на чердак старой синагоги и там оставили ну вот что интересно что пожилые граждане Праги рассказывают что в 1942 году два пьяных немецких офицера решили сломать двери и подняться наверх на чердак этой синагоги через какое-то время они со страшным криком сбежали вниз никто не знает что увидели немца на чердаке один умер на месте а второй сошел с ума и уже ничего не мог рассказать вот такая история раби скончался до 1609 году и похоронен в Праге в возрасте 96 лет Мишель Нострадамус родился так сколько у нас времени еще 3 минуты родился в 1503 году в городке Сент-Реми в Провансе по отцу и матери он был еврейского происхождения оба его деда были влиятельными занимавшие высокое положение врачами лечившими герцогов и королей и Миша пошел по тому же пути когда ему было 22 года разразилась страшная чума и Нострадамус бросил занятия в университете и 4 года боролся с чумой по всей стране он приобретал практические навыки в Нарбоне Каркасоне Тулузе и Бордо да и Нострадамус становится позднее королевским врачом да у семейства Марии Медичи да Марии Медичи которая вы помните различные все истории и рассказы да да у Нострадамуса трагическая история была его жена и дети его погибли во время чумы но он предсказал многие вещи он предсказал что что король французский Генрих второй который должен был принять участие в турнире в 1559 году да но он попал копьем ему попали в глаз и он скончался от мучительной раны и Нострадамус значит писать различные стихи стихотворные формы зашифрованные говорят что там до того что советское государство просуществует да просуществует 70 сколько лет да да про Гитлера Гитлер у него правда Гислер Гислер но если Т и С это по Ашкедасской традиции одна буква то Гитлер а бомбардировки городов Хиросима и Нагасака и многих многих вещах еще вплоть до будущих времен ну говорят что он занимался кабалой видимо либо искал это в Торе либо какие-то составлял гороскопы не знаю точно но есть про него много разных фильмов и книг да вот ну из современных кабалистов Рабаш известный Рабаш который в 1948 году написал комментарий книги Загар и назвал их лестница ну кабалисты вы знаете центр их сейчас в Израиле в городе Цфат хорошо на этом мы сегодняшнее занятие по-русски 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 по-русски